Друзья, всем привет! Вы на канале Танюша на Кухне. И сегодня я буду готовить тоненькие яблочные блинчики. Итак, приступим! В глубокой миске смешиваю яйца, сахар, один пакетик ванильного сахара, соль и корица. И просто перемешаю все миксером. Теперь добавляю сюда половину молока и всю муку. Хорошо перемешиваю миксером, чтобы не было комочков. Вот такое густое тесто у вас должно получиться. Теперь я добавляю остальное молоко и перемешаю все до однородности. Все, тесто стало однородным. Видите, оно довольно-таки жидкое. Теперь я добавляю 2 столовых ложки растительного масла и на маленькой скорости просто перемешаю. Тесто на блинчики практически готово. Сейчас я ему дам поставить полчаса, чтобы в муке хорошо созрела клейковина. И добавлю еще яблоко. Ну вот и прошло полчаса. Посмотрите, тесто стало намного гуще. И теперь я добавляю яблоко. Я его почистила и потерла на крупной терке. И теперь просто перемешиваю. Все, тесто на блинчики готово. Вот такая консистенция. Оно должно у вас получиться и не жидкое, и не густое. Все, теперь разогреваем сковородку и можем жарить блинчики. Друзья, жарить я буду на вот такой небольшой сковородочке. Я ее хорошо разогреваю и один раз смазываю растительным маслом. Теперь беру немного теста и выливаю на сковородку. И равномерно его распределяйте по всей площади. Все, теперь отправляю на огонь. И теперь жарим блинчик примерно 1,5-2 минуты на среднем огне. Как только вы увидели, что краешки начали подрумяниваться, все, можно переворачивать блинчик. И на второй стороне обжариваем примерно около 20 секунд. Все, блинчик готов. И можно его снимать с огня. И остальные блинчики жарим таким же образом. Друзья, ну вот и готовы мои блины. За счет яблока и корицы они получились очень ароматные. И вот посмотрите, какие они. Вот такие блинчики у меня получились по этому рецепту. Обязательно попробуйте их приготовить. Ну а мы вам, как всегда, желаем приятного аппетита. Оставайтесь с нами на нашем канале. Всем удачи, всем пока!